Добрый день, друзья! Вы на канале Горь Ломбард, с вами Игорь Еблонский. Сегодня речь у нас пойдет о конвертах и листах первого дня. Постараемся разобраться, что это такое, стоит ли, вопреки устойчивому такому мнению, что весь филаталистический рынок сейчас обрушился, кстати, не без основания, стоит ли в это предметно-тематическое направление вкладывать деньги и покупать эти предметы. Я, как вот в гостях у сказки, если кто-то помнит, из окошка здесь выглядываю, альбомами заложен, но я вам все это расскажу, что здесь находится. Итак, прежде всего, что такое конверт и лист первого дня? Лист от конверта первого дня отличается тем, что лист это просто лист, картонный или простой, конверт это конверт. На котором наклеена марка, и в год ее выхода она погашена, то есть штемпелем она погашена. Существуют простые конверты, в данном случае. Вот, это простой конверт, здесь наклеена марка, и специальным штемпелем на почте погашена. Это простой конверт, или по аналогу был бы простой лист. Если это вот такой специальный лист, как в данном случае, либо специальный конверт, на котором помимо марки находится еще такой же тематический рисунок, как правило, совпадающий вместе по тематике с маркой, и погашенный специальным гашением, то есть он как бы художественно оформлен. Вот, в этом случае уже о простом варианте говорить не приходится. То есть это художественно оформленный либо конверт, либо лист. Вот, кстати, здесь мы можем вот наблюдать, это из коллекции, которую я приобрел, здесь вот стоит ценник Михель, каталог Михель. Вот, 22.50 по Михелю оценено, но в 50% за 12% он продает. Это филателлистическая выставка 73-го года. Вот, и здесь филателлистический конгресс тоже. Вот, 22.50 за 12% с половиной цены продается. Вообще сейчас существует такое мнение, что от цены Михеля, от цены каталога 30-40% оцениваются простые варианты, если они не являются какие-либо эксклюзивными. Какие являются эксклюзивными, мы с вами постараемся разобраться. Вот, итак мы разобрались, что с вами простой представляет конверт, простой лист, вот, и что такое художественное. В любом случае это должна быть обязательно условие, это сам конверт, сам лист, марка погашена специальным штемпелем в год ее выхода. Если это художественное оформление, здесь еще присутствует и, значит, по тематике такой вот рисунок. Так, вот, также, может быть, что еще лучше вспомните, нашу вот эту космическую тематику, Аполлон, когда летал в Америку, все, якобы бытовало мнение, что они туда брали с собой, гасили там, в космосе больше им делать было нечего, да. Вот, и некоторые астронавты, космонавты оставляли свою подпись. Это считалось вообще самым пиком собирательства. Вот, конечно, это все делалось на земле, но такое мнение бытовало. И так вот, допустим, вот как вот этот вот конверт, это Крузерштерн, это наш парусник, который регулярно приходит в порт Гамбург. Вот, и в данном случае тоже, чтобы заработать деньги, ребята, вот это 70-е какие-то года, вот, везло кому-то, представляете, из застоя в капиталистическую страну приехать. Вот, они стоят здесь в порту у нас. К сожалению, сейчас из-за короны это невозможно. В прошлом году они должны были прийти сюда, постоять на рейде. Вот, ну, вот здесь вот Алексей Перевозчиков, штемпель, капитан учебного судна Крузерштерн. Вот его подпись. Вот здесь его штемпель, это Крузерштерн. К сожалению, просто совсем не подходящий по тематике здесь рисунок, к сожалению. Вот, не было почта Советского Союза, не выпускала, значит, конверта подобной тематики. Вот, но, тем не менее, вот такой вот вариант. В данном случае еще и с подписью. Вот, также они подразделяются на прошедшие почту и не прошедшие почту. То есть, просто зашли, как бы, еще подразделяются на официальный и неофициальный. В данном случае мы говорим про неофициальный. В принципе, каждый из нас может сделать конверт первого дня, вот, и он не будет считаться официальный. То есть, вы на конверт наклеили марку, можете поставить штемпель, там, оформить это художественно. Зашли на почту и вам ее погасили. Вот, но такие конверты, как правило, ценятся гораздо меньше, нежели это будет официальное какое-то издание, официальное Deutsche Post, официальное Ausgabe. Вот, также существуют прошедшие почту и не прошедшие почту. То есть, просто проштампован или адресату отправлено и они прошли почту. Это тоже имеется в виду. Ну, сейчас, наконец, по этим альбомам, которые здесь стоят, это коллекция порядка, значит, где-то с 70-х годов, Deutsche Post, немецкая почта, начала выпускать официально по годам листы первого дня. То есть, берется за основу какой-либо год и все основные события, которые в этом году происходили, они отражены в листах первого дня. Вот, допустим, 2007 год, вот здесь, по-моему, был у нас чемпионат мира по ручному мячу 2007 года. Вот здесь, значит, на этом, теперь уже не конверте, а листе, который художественный фон, марка, специальным гашением она погашена. И вот этот вот чемпионат, вот это вот событие нашло отражение в этом вот листе. Все они дублируются, их по два. Вот, чтобы один ты поменял или продал, второй остался себе. Вот. Все, то есть, грубо говоря, можно изучать биографию, хронологию, историю страны по этим конвертам, по этим листам. Когда их пролистываешь, осознаешь, что историю знаешь очень слабенько. Это 2010 год. Вот, все то же самое. Вот здесь у нас список того, какие конверты, какие листы здесь находятся. Как я говорю, они в двух экземплярах. Вот, и хронология страны, история страны в них отражена. Стоят они недорого, стоят они недорого, в зависимости от года выпуска. Потому что они делали тоже, как бы грамотно, они выпускали их не одинаковым тиражом. Год от года он варьировался. Поэтому здесь надо смотреть. Значит, в зависимости от года, кстати, независимо от того, ранее или позднее, более позднее варианты стоят дороже, нежели начало, допустим, или середины 70-х годов. Здесь чисто такой индивидуальный подход. Тем не менее, стоят они недорого. Но я скажу так, что вот эту всю коллекцию, которая находится перед вами, и листы первого дня, вот эти порядка 20 альбомов, и вот эти вот россыпи, которые стоит мне проработать и, значит, еще подшить, вот это все куплено за 135 евро. Повторюсь, вместе с гибюром аукционным, с этим надбавкой, вот 135 евро. Но я считаю, даже если альбомы, чисто сами альбомы по 3 евро продать, их 20 штук, это уже, да, получается 180-200 евро только за альбомы. То есть в этом случае я ничего не прогадал. Толком эту коллекцию я еще не разбирал, так как времени нет. Но некоторые интересные такие экземпляры, которые, на мой взгляд, кажутся интересными, и которые заслуживают уважения, мы с вами сейчас более детально так рассмотрим. Итак, какие конверты, какие листы первого дня для нас, как инвесторов, представляют интерес в первую очередь? Как вложение, как инвестиция. Ну, во-первых, это событие. Чем ярче, чем громче событие, чем оно более значимое, тем, конечно, более широкий круг лиц, которые им интересуются, тем более, значит, больше теоретически должен быть спрос. Ну, допустим, вот этот вот лист 25 лет Федеративной Республики Германии. Образована она у нас в 49-м году и в 74-м году. Здесь блок вместо марки, здесь и марка, вот, и погашено оно, и отправлено в Гамбург. Вот здесь номер, серийный номер, 2,50 по Михелю оно стоит. Следующее, 50 лет немецкому радио, немецкому телевидению, то есть средствам массовой информации. Это 79-го года. Вот тоже проштамповано, все в Берлине, все отражено здесь. Следующее, как ни странно, филателлистические конгрессы или филателлистические, значит, выставки тоже находят отражение в этих вот конвертах, в этих, значит, листах. Обязательно, обязательно, это космическая тематика. Здесь мы видим, вот, вывод на орбиту спутника Берлина, это 75-го года. Вот космическая тематика по-любому. Следующее, знаменательные такие личности. Ну, в данном случае, вот в 64-м году, по-моему, это дата смерти, гибели американского президента Кеннеди. Вот выпущена марка, погашена в 64-й год. И здесь траурная, это... Так же, как здесь, выпущена Конраду Аденауэр, это президент, канцлер, бундесканцлер Германии, в честь его выпущена. Вот, олимпийские игры. Ну, раньше они были вообще популярны, сейчас не так, но хотя имеет место быть. Вот, обязательно Ватикан. Обязательно Ватикан. Вот целая серия кардиналов. Кардинал, даты смерти, проштампованные, где похоронен. Вот следующий кардинал, это целая, целая серия. Ватикан всегда и в монетах, и в других произведениях искусств. По городам. Ну, в данном случае, вот, допустим, помните, я снимал про Бисмарка памятник, вот этот, который установлен в Гамбурге, у меня есть про него передача. Вот этот конверт первого дня, тоже 65-го года. Вот здесь тоже Бисмарку посвящено. То есть, по городам. Вот Гамбург. Хелькиш, у меня тоже есть видео, где по гавани я хожу, это туда, куда приходит Крузерштен. Вот Гисмарка, ну, это по городам. Вот, следующее, что меня лично интересует, допустим, ну, это произведение искусства. Вот, допустим, немецкий экспрессионизм, выставка 1974-го года. Иностранные здесь попадаются, допустим, вот, испанские, со сводителем Испании. Все. То есть, как бы, ребята, хочу в заключении подвести итог. Может быть, действительно, в массовом таком рассмотрении данное предметно-тематическое направление, ввиду, я не знаю, каких-либо причин, в последнее время, действительно, не такое востребованное. Выручить за них большие деньги невозможно, если это только не вообще какой-то эксклюзив. Вот. Но, тем не менее, лично для меня, несмотря на все мое кощунство и практичность, вот, я, когда попадаются за такие деньги коллекции, как в данном случае, 135 евро, я безоговорочно это покупаю, хотя бы только потому, что по ним можно изучать историю. Берешь год, который я вам говорил, вот, любой, допустим, вот, опять же, мы вернемся к этому альбому, допустим, 1975 год. И здесь вот все основные события отражены хронологически. Вот. Одно это заслуживает внимания, заслуживает уважения. Вот. Другой вопрос, вопрос хранения. Потому что эти альбомы необходимо хранить. Где-то занимают они немало места. Вот. Но это уже такой индивидуальный подход, индивидуальные проблемы каждого из нас. Вот. Вот такое вот небольшое вам освещение по теме конвертов первого дня, листов первого дня. Спасибо вам за внимание. Делитесь комментариями, своими впечатлениями, опытом. Спасибо.